МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Данный инцидент был спровоцирован сбоем на ТЭЦ-2. Это вчера произошло в 11.00, когда обнаружили данную утечку. В связи с тем, что была утечка на подающем трубопроводе, который лежит в нижней части лотка, то в результате работы двух спарочных хвостов только сейчас восстановили полностью эту утечку. Сегодня система заполняется, управляющая компания социальной сферы работе находится на местах. Как пояснил Александр Букин, для трех сетевых компаний, занимающихся транспортом электрической энергии «Ульгаэс», «Волга» и «Авиастар», ущерба в результате падения напряжения обнаружено не было. Сейчас главная задача, которая стоит перед работниками специальных служб, не допустить повторного инцидента. В ходе рабочего заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся данной проблемы, а также подвели промежуточные итоги. Подсадка напряжения была достаточно глубокая. Мы знаем, что почувствовали ее и во всех концертах города, во всех районах. Зацепил это и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-3 белый ключ. Причем на ТЭЦ-1, слава богу, все обошлось. Но при этом была нарушена работа сетевых насосов. В результате предошла нарушение георгического режима, и такое довольно серьезное. Нарушение быстрого стабилизировали, но в результате сеть всю починную был толчок такой серьезный. В результате этого предошло паров, которые мы до сих пор устраним. По поручению губернатора Сергея Морозова с первого же дня были созданы две комиссии по Заворскому району и по Новоульяновску. В состав большой комиссии вошли представители Ростехнадзора Самарского регионального диспетчерского управления и Московского системного оператора. Как пояснили на заседании, для детального изучения сложившейся ситуации и выяснения причин понадобится не менее двух недель. В результате оперативной работы всех служб сейчас ситуация уже стабилизирована, и повода для паники нет. Эльвира Зямалова, Павел Макаров. Новости. Ульяновская правда.